Здравствуйте, это Хавха Гири Форд, с вами Дима и Андрей. Идем сейчас смотреть наши бигбэги с зерном, которые мы оставили в поле, стоящими внутри пленки, скоростным обмотчиком обмотанной. За всю зиму нам эти бигбэги не понадобились. Зима уже заканчивается, то есть, в принципе, весь срок хранения, который мог бы быть необходимым, он уже, можно считать, прошел. И теперь мы должны посмотреть, что там есть. Пожали ли их мыши, как там сопрело ли внутри. Некоторая часть зерна была, в том числе, и мокрой внутри пленки. Вот сейчас мы все и увидим. Мы говорили, и это, безусловно, так и есть, что мы замотали так зерно. У нас оно уже упаковано в бигбэг. И теперь, если мы хотим его взять для использования, мы можем подъехать на тракторе, подцепить его за лямки и забрать. Нам не нужно нагребать и так далее. Есть варианты хранения такого же зерна на пленке на земле и сверху укрытия пленкой. Но вы сами себе представьте, как это потом нужно набирать это зерно в ковш или бедрами, или как ты будешь его набирать, чтобы нормально потом его использовать. Вот. Вариант хранения в бигбэгах в пленке, которую мы применили, в этом смысле очень удобный. Но вопрос теперь, много было скептиков по сохранности, что у нас получится. И вот мы сейчас подходим, мы сами не смотрели, не проверяли. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. У нас сосиска этих бигбэгов обмотанных. Сверху укрыты они у нас защитной пленкой. Это та же пленка от сенажа, только защитная для закрытия от птиц. Вот. Мы сейчас ее уберем. Вот. И вот видите, они так сразу выделяются, эти бигбэги обмотанные пленкой. Вот они в таком виде. Да, другая форма. Первый бигбэг, первый рулон это рулон сенажа. Запечатали, можно сказать. Причем сенаж полностью обмотанный. То есть тут целый обмотанный рулон сенажа. Ну, со всех сторон, то есть не только по бокам. Вот. И мы его засунули в скоростной обмотик и обмотали, грубо говоря, еще разок. Только сбоку. И вот теперь аккуратненько вот отрезаем. Видим, вот здесь уже бигбэг. Вот это одна из первых проблем, что прорезать пленку надо аккуратно. Иначе... Чтобы не порезать бигбэг. Даже небольшой надрыв бигбэга при подъемке, бигбэга может вылиться в трещину и разрыв полный бигбэга. Так что... Ну, это предполагалось, что какие-то проблемы тут будут. Вот посмотрите, какая толщина пленки в результате образовалась. Это первые рулоны мы делали. Мы как бы... И экспериментировали. Мы сделали тут, ну, практически, наверное, миллиметра три, в таком виде, совокупную пленку. Ну, вот мы начинаем уже видеть зерно. Вот. Вот смотрим на зерно наше. Значит, здесь упаковывали века-овес. Причем сразу с поля, прямо с том виде, как оно было, без всякой сушки и так далее. Смотрите, да и зеленый века-овес при хранении, он остался чуть-чуть мягким. Жуется примерно как кусок пластилина. Такого твердого пластилина. То есть он, если бы хранили в таком, я не знаю, ну, в плотном, в такой же плотной упаковке, но без герметичности, он бы точно пропал. Мы говорили, что пакуем даже влажное. Почему влажное? Потому что горох, видите, горох, он зеленый. Это века. Она, если лежала бы на сухой поверхности, но небольшим слоем, она бы высохла. Все было бы с ней нормально. Также, заметьте, тут еще зеленый овес присутствует. Вот, зеленый овес, он тоже влажный. Ну, вообще говоря, весь этот бикбек, это очень влажная вещь. Но, как видите, он... Все, все идеальное. Я вам скажу, все идеальное. Как и было при комбайне. Да, как мы с комбайна достали, так и оно осталось. Это для нас тоже, ну, как бы, большая радость и находка. Ну, это делает для нас некоторые варианты по будущему, соответственно, и хранению, и планам развития в зерновом направлении вообще. Сможем ли мы его обеспечить? Все, просто холодное, но сухое, и нормальное, ничего. Но влажное, но влажное реально. Да, влажность чувствуется. Она и была. Но никакой прелости, ничего, вообще, никакого. Внутри по пленке нету конденсата никакого. Его, скорее всего, и не было весь путь, потому что упаковка герметичная. Туда не попадал влажный воздух снаружи, и он не менялся постоянно. Это что, кстати, что невозможно при хранении зерна на пленке, укрытым пленкой. Вы все равно не обеспечите там герметичность. В нашем случае мы обеспечили герметичность. Единственное, что, может быть, она была нарушена мышами. Что тоже мы сейчас не видим. Никаких порывов от мышей. Я тут не вижу. Ну, вот второй. Я сейчас буду скрывать. Вот второй бигбэк сразу по ходу, чтобы была понятна система. Все, ну, дальше не режь пока, Диму. Давайте, нам 5,2 бигбэка Дима теперь заберет. Трактором приедет. Будем измельчать на форме сейчас молочное скотине. Ну, вот так вот. Вот результат. Сейчас Дима снимет. Вот, смотрим внизу. Смотрите. Я сейчас открою вот здесь вот. Посмотрите. Видите? Все. Все чисто. Вот как бигбэки были. Вот так оно и все и лежит. Видите? Все. Какой влаги там внизу. Ничего нету. Нет. Вода не стоит. Все. Вода не стоит. Все. Вот руку засунул в самый низ. Все сухо, чисто. Ничего нет. Все. Так что, вот такой вариант хранения. Наверное, мы еще дальше все будем вскрывать. И если что-то малейшее замечание будет, что-то нам не понравится, мы обязательно скажем. Но пока результат вот вы видите налицо. Никакого нет сравнения по себестоимости вот этого, что мы сейчас показываем вам, со стоимостью зернохранилища, ангара и так далее. Хоть за много лет, конечно, ангар окупится, бесспорно. Самое дорогое в ангаре это бетонное или асфальтовое покрытие. Так что, в свою очередь, в этом случае оно нам не нужно. Но единственное, что по пленке, конечно, расход есть. Где-то на килограмм зерна мы подсчитали около 20 копеек получается вот эта пленка. Что, конечно, не таким слоем, но более рациональным, чуть-меньшим слоем обходится данная технология. Ну, то есть, представьте себе, 20 копеек на килограмм зерна. Вот. То есть, зерно стоит или, допустим, 10 рублей, или 10 рублей 20 копеек. Вы понимаете? Это совсем немного. В прошлом году во время уборочной мы бы не продали это зерно и близко по цене, которая сейчас на рынке на это зерно. То есть, во время уборочной мы бы его продали максимум рублей за 5-6. А сейчас мы минимальная, средняя цена, ну, наверное, скорее, средняя цена это около 10, может быть, за 12 рублей. Вот я говорю про пшеницу, про рожь. Зико-вес совсем другая песня. Тут, конечно, еще играет условия влажность. Но нам сейчас нужна некоторая разбавка для наших молочных коров, чтобы не кормить только ржой и пшеницей. Поэтому мы вот его сейчас достанем. Вот у нас, я хочу показать всю эту сосиску, вот как она выглядит. Это вот вся сосиска зерновая. В любой момент данной сосиски мы можем прервать ее полностью обмотанным рулоном сенажа и таким образом получить дальше, например, обматывать сенаж. То есть, не обязательно, если ты начал укладывать зерно, то ты обязан дальше зерно укладывать. В любом случае можно и прерваться, опять уложить сенаж, потом опять продолжить укладывать зерно через заглушку из полностью обмотанного сенажа. Вот вам результат, как мы перезимовали с этим зерном. Нам было самим очень интересно. Но, честно говоря, мы сомневались крайне мало, потому что опыт у нас по сохранению наших кормов в пленке есть. Мы знаем одно главное условие, что нужно обеспечить полную герметичность. Полная герметичность сейчас у нас обеспечивается, во-первых, количеством слоев пленки, во-вторых, хорошей настройкой нашего обмотчика, что мы уже достаточно легко добиваемся. И в третий, в настоящий момент, главным условием стала вот эта вот покровная пленка. Если бы ее не было, я бы не был так уверен. И вот эта пленка нас спасла от бородов, от сорок, от всяких таких лис, которые собаками бегают поверху. Их рвут когтями. Рвут когтями кошек, которые лазят в городе, с каких-то мелких птичек. Вот собак, которые бегают за этими кошками. Ну и так далее. То есть мы избавились от очень многих проблем. Вот эта и сорокка у нас. И ее нельзя. Ну все, так что опыт, можно сказать, положительный. И никакой прелости и близко нет. Хотя, я же говорю, сам факт зеленого гороха, зеленой вики, говорит о том, что это недоспелое зерно. И есть даже зеленые семена овса. Вот эта вся вика, что сейчас я грызу, она даже не стучит, она не токается. То есть она нам просто мнется, как твердый пластилин с зубами. Даже, наверное, даже, я беру только зеленые, но даже если взять более спелые, например, вот более темные, она тоже мнется, как пластилин. То же самое. Это не может быть массовым применением. По одной причине. Не у всех есть скоростной обончик для сенажа. Индивидуальный обончик в этом смысле не сработает. Только скоростной. И, соответственно, мы должны понимать, что надо планировать на покупку пленки. Ежегодная такая, очень недешевая, но обязательная затрата, без которой мы сейчас уже не можем жить. Но есть, и от этого есть лекарства. Покупка пленки дело недешевое. Но если вы продали визор заготовленных качественных кормов какое-то количество, вы просто таким образом окупаете стоимость пленки. Да, то есть мы считали по сенажу, например, надо продать минимум 10% корма, который ты заготовил, тогда пленка обходится тебе бесплатно. В случае зерна тут подсчет другой. То есть, если, грубо говоря, ты можешь его уложить в пленку, то она у тебя дорожает на 20 копеек, допустим. Но зато летом, следующий год, весной, неважно, или зимой, это зерно будет в цене намного дороже. И, соответственно, все эти 20 копеек, они просто пропадут в излишней марже от хранения. Вот и все. Вы можете это зерно в любое время легко погрузить на продажу трактором. Подъехала машина, погрузили сразу. Работают только оптом, то есть берут по 40, по 20 тонн. И данные бигбэги, это уже неудобно. То есть тут есть некоторый предел хозяйствования именно такой технологии. В том числе и по работе вообще с бигбэгами. То есть загрузка бигбэгов, выгрузка бигбэгов, это все определенные траты определенной техники. Например, в этом году мы думаем, для более удобной работы именно с бигбэгами нам, скорее всего, стоит будет. Надо купить бортовой прицеп с манипулятором. Скорее всего, манипулятор нам поможет работать с бигбэгами проще по их разгрузке, погрузке на скоростной обмотчик в том числе. Ну, вот такие вот мысли есть. Скорее всего, нам придется его купить к уборочной, может быть, бушной. Посмотрим. Еще не спелое зерно. Ну, все, Димок, теперь убери его. Да, надо убрать теперь. Значит, оно замок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Сухо. Все снизу сухо. Все хорошо. Вот как все выглядит. Вот пленка снизу. Все целое, крепкое. Все хорошо. Смотрим на второй бигбэк, который я вскрыл Как видим, снизу сухо Сам бигбэк снизу тоже сухой Все нормально Зерно какое сверху, такое точно и снизу Будем его сейчас измельчать 12-21 трактор легко носит бигбэки Его допустимый вес на погрузчике то на 600 Значит в принципе бигбэк весом 600 кг он может нести легко Одна проблема, что все равно нельзя прыгать по дороге Потому что иначе будут ломаться лямки И сами бигбэки рваться по шву Вот как у меня получается остается данная сосиска Один бигбэк все-таки получается торчит Я конечно накрою сверху его верхней пленкой Но все равно какая-то часть торчать будет И сюда скорее всего сможет подливаться вода при сильном дожде Но будем пытаться тратить их по мере необходимости И соответственно у нас не будет особо расходов Возим хозяйство на измельчение Ну ладно, все, все, всем доброго, до свидания Надеемся наш опыт был всем-то полезен И очень доброго, до свидания До свидания